Сегодня мы попробуем собрать панораму с помощью Adobe Photoshop. Давайте выберем некоторые папку, например, Дом Сотом Тбилиси. Здесь у нас 5 фотографий, которые определенным интервалом сняты панорамой Тбилиси. Размер не критичен, в данном случае это 3хм, 2хм, 1000 пикселов. Желательно, чтобы все фотографии были в одинаковом размере или хотя бы в одинаковом формате. То есть вы видите и по DPI, и соответственно по разрешению фотографии. Аналогичные первые, вторая и третьи фотографии. Единственное, что вам нужно снимать фотографии с определенным интервалом, с определенным углом. Ну вот так вы видите, что практически фотографии у нас подобные. Отлично. Теперь запускаем собственно сам Photoshop. Единственное, пока загружается Photoshop, скажу так, что Photoshop делает практически всю работу. Что вам нужно, это зайти в автоматизацию, фотомерч или фотообъединение. И соответственно выбрать соответствующий тип макета. И выбрать файлы, которые будете объединять. Кнопка обзор, вы ее видите сейчас на видео. Опять же выбираем Tbilisi. Выбираем нашу панораму, наши фотографии. И открываем. Что делать дальше? Прежде всего определяем, какой тип панорамы вам необходим. Ну обычно можно использовать дефолтную панораму. Photoshop подгружает фотографии и начинает одновременное объединение этих фотографий. Видите, появляются слои с правой части, видите. И начинается подгонка слоев, определенно, ну слева направо. Как видите, что видно даже стыки эти фотографии. Следующая задача Photoshop, плавно забрать эти стыки. То есть опять же автоматически вам это делать не нужно. Ну и в конечном итоге вы видите уже готовую панораму. Она еще в сыром виде. Но теперь нам нужно сделать кроп или обрезание фотографии. Ну например, нам не нужны неровные краи слева, справа, сверху и снизу. Берем палитру и выбираем команду кроп. Ну то есть будем отрезать ненужные части. Тут очень удобно и быстро это делается. То есть выбираете курсором на маркер и тащите вверх-вниз, соответственно, для вертикальных позиций. Или горизонтальных, например, слева и справа. После того, когда выбрали, нажимаете Enter. По Enter соответственно фотография обрезается. Что дальше? Заходим в сохранить для Web. Ну и сохраняем в формате JPEG. Ну опять же, PNG и JPEG это уже ваше. Или масштабировать можете, если посмотреть, как выглядит ваша панорама. Чтобы убедиться, что тут нет лишних стыков или дополнительной информации. Но это не настолько критично. Операция хотите, не хотите, можете сохранять. То есть я чуть-чуть прокрутил, посмотрел. Да, отлично все склеилось. Хотя тут можно еще дополнительные операции по кисточке использовать или дополнительно убирать какие-то артефакты. Но это пока не в этом главное. Кстати, не обязательно природные ландшафты можно связывать в панораму с помощью фотошопа. Ну сейчас сохраню файл. Мы посмотрим, как увидит сам уже пользователь оригинал. Добавляем, сохраняем и в конечном результате мы получаем один файл. Видите, размер не очень большой, 2,5 мегабайта. И соответственно, ваша панорама получилась. Вы можете покрутить. Что посмотреть еще детальнее по этому файлу? Ну, размер соответственно с вашими фотографиями. Давайте теперь попробуем собрать панораму с городского пейзажа или ландшафта. Это панорама Вены с морского музея, где я фотографировал, когда был там. Опять же, 4 фотографии. Но опять же, количество фотографий не ограничено. То есть, 5, 6, 8, как вы уже захотите. Делаем точно так же. Автоматизация, фотомердж или фотообъединение. Подтягиваем необходимые фотографии. Тбилиси нам не нужно. Вену берем. Подключаем 4 фотографии. Ну, а всю остальную работу, нажимаем, не забудьте нажать ОК, все за вас уже сделает Photoshop. Добавит фотографии в слои, проверит на явность фотографий, выровняет их в ряд, склеит, заберет ненужный фон. И в конечном результате, вот тут опять же, видите, стыки фотографий, они вам не нужны. Поэтому за вас все это сделает Photoshop. Ну, и в конечном результате вы получаете панораму города с крыши. Берем кроп, вырезаем нужную нам часть. По верху, по низу, слева и справа. Для того, чтобы, да, единственное, к сожалению, придется пожертвовать некоторыми частями фотографии, для того, чтобы была красивая картинка. Опять же, Enter нажимаем. Отрезаются ненужные края. Заходим в файл в сохранить для веб. И в конечном результате получаем нашу красивую панораму венского города с крыши. Ну, это насколько критично, идем дальше. Сохраняется наш файл, уже оптимизированный в JPEG. Можем посмотреть, как это выглядит. Ну, вот уже вторая панорама готова. То есть, здесь уже появился около 8800 на 2300 в пикселах размер. Это 29% увеличения картинки. Можете их, соответственно, увеличивать и смотреть более крупно вашу панораму. Вот я показываю информацию, то есть, по данной фотографии. На этом пока все. Смотрите мои видео дальше. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного. До свидания. Подписывайтесь на канал.